Люблю осень, ведь конфа, доп.макс и новые обновления фотошопа И если судить о фичах фотошопа 2021 и 2022 года, то можно смело сказать, что разработчики занимались этим целый год Обновлений немного, некоторые нам нахрен не сдались, но все же давайте в них разберемся Импровнули маски, теперь они более точны Появились три отдельные кнопки, отвечающие за выделение объекта в кадре, неба и бэкграунда Быстро высветлить объект съемки, сделать контрастнее неба или бахнуть объем за 40 секунд, теперь можно за полсекунды Внутри самих масок теперь больше ползунков коррекций, а также есть кривые, наверное, самое полезное нововведение А если у вас в кадре человеки, их мордочки появляются в отдельной области Нейронка работает не идеально, поэтому некоторые лица не идентифицируются Ну, либо этот дядька не человек, а киборг Кликнув на каждую мордочку, появляется возможность создать отдельные маски по частям тела На глаза, волосы, кожу, рот и так далее Можно психануть и всех персонажей сделать мальвинками Я уже предвижу, как суперпрофессионалы такие Еее, мы будем творить дичь с супервосветленными склерами глаз Во вкладке удаления пятен, помимо классического штампа и лечащей кисти Появился инструмент заливки пространства с учетом содержимого То есть вы просто взяли то, чем все раньше пользовались в фотошопе И засунули это в модуль камера RAW? Не, ну в целом, если вы репортажник или тревел-фотограф Быстро обрабатываете фоточки большими сериями Этот инструмент пригодится как минимум для того, чтобы убрать мусор с кадра Не залезая в сам фотошоп Ну и кстати, если вам тут не нравится, как сработал этот инструмент Всегда можно жмакнуть на кнопку рефреш для обновления текстурки Также во вкладке пресеты, кроме ваших кривонакрученных Появились пресеты кривонакрученные разрабами Отвечающие за улучшение портретов, неба и объектов на ваш выбор Конечно, такой штукой пользоваться опасно Так как в некоторых случаях брутальность портрета может быть зашкаливающей Пресеты по небу вообще выглядят кислотными Поэтому, пожалуйста, давайте мы не будем ими пользоваться Все нововведения, которые появились в модуле камеры RAW Разумеется, работают и в Lightroom Поэтому Lightroom-офилы... Ура! Теперь Photoshop Тут у нас улучшены алгоритмы определения объектов На самом деле нейронка, работающая в Photoshop, в Lightroom и в камере RAW Одна и та же Поэтому теперь, выбрав Object Selection Tool Вы можете быстро создать точную обтравку различных частей на фото Таких как небо, ландшафт, вода, бэграунд, людей Даже если их очень-очень много и даже если это японцы Это не китайцы, это японцы А после того, как вы кликните на объект Можно воспользоваться ультрареволюционной кнопкой Удалить и заполнить с учетом содержимого Сочетание клавиш Shift-Backspace А вот теперь стоп Это же, блин, простая заливка с учетом содержимого Photoshop перед тем, как залить Просто берет и экспендит вашу маску на парочку пикселей Технологии Раньше мы удаляли объекты из кадра, выделяя их И чтобы не появлялись орелы на границе удаления Мы расширяли обтравку через Select, Modify, Expand А теперь это можно сделать просто через Shift-Backspace Действительно, разрабы трудились весь год в поте лица Ладно, я не придира Спасибо большое, что объекты теперь выделяются куда точнее Можно улучшить объем фотографий, не заморачиваясь с обтравкой вручную В целом инструмент полезный, хоть и не всегда точный Но в любом случае до уточнить обтравку вам не составит никакого труда Кстати, определение объектов может просчитываться как в облаке более точно Так и на самом компе более быстро Разницы между облаком и самим железом я не увидел Но, что забавно, камера RAW лучше определяет человеков, чем сам Photoshop Хоть нейронка и одна и та же, результат разный Может в Photoshop ее еще не апнули? Далее, в нейронке наконец-то появился нормально работающий фильтр реставрации старых фото Который достаточно хорошо подчищает все трещины и замятости Я проверил на разных фотографиях, в том числе и на пресс-релизном образце В фильтре есть три основных ползунка, отвечающих за удаление царапин Общую силу фильтра и улучшение детализации лица В дополнительном меню можно также почистить фотографию от шума Но тут важно не переутерствовать с ползунками, а то получите пластиковую куклу Кстати, в совокупности с фильтром покраски работа по реставрации старых фото теперь становится суперлегкой Минус одна профессия, которую Photoshop отнял у простых смертных В Creative Cloud появилась возможность протестировать бета-версию Photoshop Я скачал бетку Photoshop, в котором есть функция Live Gaussian Blur В режиме реального времени вы можете регулировать силу размытия и его прозрачность Даже есть кисть с маской на размытие Работает она, конечно, ужасно, но, блин, спасибо и на этом Из многообещающего Теперь в Live-режиме работает и градиентная заливка Сразу видно, как у вас накладывается градиент Но, к сожалению, это работает только при рисовании градиентов на новом слое А в масках все так же его надо постоянно перетыкивать для того, чтобы увидеть результат Очень жду, когда добавят Live-градиенты в маске, потому что тут она, ну, прям, блин, очень нужна Серьезно Также в нейронке бета-фотошопа появился аналог Меджурни на минималках По текстовому запросу Photoshop генерирует Очень херово, конечно, но все же генерирует Бэкграунд изображения Я поэкспериментировал И кроме зеленых треугольников или красных колец у меня ничего особо не вышло На запрос «пленочное зерно» Photoshop мне выдал какую-то ахинею Хотя у сообщества по популярным запросам выходит вполне сносный фон К сожалению, в нейронках не появился фильтр по уменьшению шума Noise Reduction Два года я его уже жду, поэтому I'm interested, пожалуйста, сделайте его Но как бы спасибо и на этом Из мелочей Разрабы сильнее интегрировали облачные социальные сервисы Теперь вы можете на этапе обработки поделиться файлом с друзьяшками И ретачить один файл вместе А по нажатию пипеткой по фото можно скопировать хекс-код цвета Вот такие вот дела Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал Мне будет очень приятно До новых встреч Следующий, надеюсь, Photoshop нас порадует чем-то, ну вот Прям как два года назад, чем-то хорошим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok